Музыка Музыка Сейчас в центре города. Обратите внимание, здесь мы с мамой живем. Здесь были деревья, они говорят, что здесь было деревья. Здесь этих магазинов не было. Но потом, когда уже начали строить магазин, эти деревья срубили, а вот это они не убрали за собой. Обратите внимание, здесь мы видим мусор. Что-то я их разросал от порочек вредных веществ. Ну, кушают вредную еду и бросают прямо от рот. А как это некрасиво. Трубы, организация. А там еще внутри листья, ветки. Уже нечем придумать. Вот взяли старые бревна, мои доски и закрыли. А теперь я хочу познакомиться с моим любимым двориком, который здесь вырос. Вот. Три дома, пять этажей. Вот и сейчас там пошел праздник. Это праздник открытия магазина. Там все бесплатно давали. Вот и сок только что вылупил и сейчас его брошу в урну. Это площадка ТАМА. И она была большая, пока здесь строители не делали забор. Эти строители начали строить девятиэтаж. У нас было без этого хорошо. И еще магазин новый. Они построили и наш сбор стал меньше. И так почти во всех дворах. Самое любимое мое место это этот участок. Здесь растут красивые цветы и елью. Я дяде Артуру помогаю поливать деревья. У меня тоже есть деревья. Он мне подарил. Их пять у меня. Я вам покажу. Это дерево вишня. Они будут расти в вишне. Уже там выросли кочки. Она была раньше. Ну такая маленькая. А что я его вижу? Какая большая. А вот это наш любимый город. Машины едут. Куда сюда? Слезают эти бумага. Почему-то они не убирают. Не, сжигают. Наоборот, кушайте. Мы здесь на мусорном свалке. Это написано здесь. Городская мусорная свалка. Обслуживается. Наверное, чистый город плюс. Построено въезд. Запрещен. Время работы. Ну это, конечно. В 2016 году не было этого забора. Наверное, люди сейчас догадались, что уже город, звездо, запах пускается вниз в город. И вот посмотрите на эту улицу. Видите, глядя на деревьях, пакеты. Позже говоря, ужас. Я думал, что на горе Пушкин-Таун запрещено там кидать мусор и устраивать свалку. Потому что это было уже великое творение природы. изображено Пушкиным. Но никто не знает. Некоторые знают. Люди, наверное, жители. Здесь мусор. Оттуда видно озеро. Красивый вид. Но только запах тоже неприятный. Особенно летом бывает. Грязно дышать. Невозможно бывает. Сейчас с вами в самом центре городской свалки. Вот пакеты, которые сюда принес. Нехорошо бросать пакеты. А вот яма. Мусорная свалка. Да, вроде бы все нормально, правильно сделали яму. Но только одно. Когда этот мусор расплакает дым. Когда этот мусор вместе ложат, от него выходит биогаз. Вредное вещество. И вот еще добавок мусор сжигает. Этот дым в воздух. Особенно летом. Идет к городу. И так и люди большинство болеют в городе. Хорошо было, если бы в нашем городе тоже был завод переработки. Для стекла, для концертов, для бумаги, пластиков и бутылок отходов. А посмотрим сейчас сзади заборы. Что там у нас есть. Вот наш город. А это свалка. Построили свалку, огородили. А почему-то сзади забора еще есть мусор. Это очень нехорошо. Опа даже. Все это гайз, когда летом этот весь дым, весь воздух. Весь ядрин Хэнкаты пускается в город. Вот там. И Пушкин Таун. Выглядит, как будто он чистый. Но на самом деле внутри что творится, это мусор. Вот я и думаю, наверное, когда я вырасту, придумаю в будущем сделать такой специальный завод, который отечел воздух и чтобы перерабатывал мусор. Первое, чтобы мусор переработать, сначала его разделить по четыре частям. Второе, переработать. А потом мы можем дать мусору, дать второму жизнь. А давайте сейчас вам покажу, как можно дать мусору вторую жизнь. Итак, дорогие ребята, я хочу вам показать, что мусору можно дать вторую жизнь. Я подарю на 8 марта цветы с горшком. А горшок сделан, чтобы делать горшок, я использовал сметану, пустую сметану. Такая сметана. Бумагу старую, перегампную. И вот эти цветы я сделала шпажки старые, лента, старая тоже. Эта бумага тоже, пергаментная. И конфеты. Эти конфеты испорченные, я их не выбросил. И сверху он накрыл тоже пергаментную бумагу. Вот так. А внутри я засыпал испорченную чечевицу, ой, горох. Я сердечки вырезал также из бумаги. И по краям, сверху края сделал ленту длинную и весь наклеил на перегампную бумагу. Как кольцо. И так получился цветок. Итак, вот настоящие цветы, а вот мои цветы, которые я делал своими руками из отходов маме. Ничем не хуже от настоящих. Да, еще долго сохраняется. цветок. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова